Внимание, сейчас вылетит птичка. Эти слова уже давно стали крылатыми. Конечно, из современных фотоаппаратов никакие птички не вылетают. Техника ушла вперед, а фотокамеры у нас всегда под рукой. И в телефонах, и в планшетных компьютерах. Но так было не всегда. Какими они были фотоаппараты прошлого века? Узнать это можно будет на выставке «История фотографии». Она откроется в Чувашском национальном музее уже 30 августа. О том, что ждет там чебоксарцев, мы сегодня поговорим с техническим куратором выставки Александром Мовчаном. Александр Степанович, здравствуйте. Не могу сразу не спросить, что такого интересного вы принесли к нам в студию? Здравствуйте. Я принес в студию часть экспозиции. Да. Ну, это то, что зритель может увидеть, придя туда. Вот, конечно, далеко не все, что там есть. Там представлены фотоаппараты, значит, с начала века. Вот. По-моему, самый старый, 1912 года выпуска. Вот. И также в большом объеме представлены фотоаппараты советского производства. То есть вы в одном месте можете увидеть практически весь модельный ряд таких распространенных фотоаппаратов, как «Зенит», «Смена», «ФЭД», которые миллионами продавались в Советском Союзе, а также такие более редкие модели, выпускавшиеся малыми партиями. Вы увидите различные модификации фотоаппаратов. Вот. Также там представлено много оборудования фотографического. Вот. Будут фотоувеличители различных моделей и, значит, различные конфигурации. Также представлено в большом объеме различное фотографическое оборудование. Вот. Но выставка этим не ограничивается. Дело в том, что там эта выставка посвящена истории фотографии. Вообще, в целом, там будут затрагиваться такие моменты, как история фотографии сама, история фотографии в семье, фотографии в науке и технике, прикладная фотографии. Вот. И будет организован такой ретрофотосалон. То есть, будет там антураж того времени, там костюмы. Да. И можно будет пойти и сфотографироваться на память. Вот. Ну, кроме всего прочего, еще часть экспозиции будет отдано под выставочное пространство, где будут проводиться сменные выставки. Откуда все-таки для выставки такое количество взяли? Ну, это, знаете ли, собирал на барахолках. Ну, скупал там, дарили. Как появилась идея вообще организовать такую выставку, да, и показать чебоксарцам старинные модели и вообще рассказать про историю фотографии? Ну, у нас в следующем году 175 лет как-никак. Это как был изобретен первый фотоаппарат, простейший такой деревянный. Ну, и к этой дате надо все-таки решили сделать. В 80-е годы наш город славился фотографическим центром. ЧГХМ часто проводились всесоюзная выставка, международная выставка. Вот. Ну, я думаю, надо как-то это дело возрождать. А вот кроме этой выставки, да, к такой интересной дате, как 175 лет со дня изобретения фотоаппарата, планируется в нашем городе еще что-то интересное для тех, кто ценит фотоискусство? Нет, я пока не слышу. Вот. Ну, вы понимаете, сейчас во времена всеобщей коммерции все держится на деньгах, любое начинание. Вот. Делают то, что чаще всего приносит прибыль. Ну, что ж, тогда получается, событие уникальное, да, пока, наверное, единственное посвященное вот такому событию. Поэтому пожелаем зрителям не пропустить это событие. Да, и обогатить свой внутренний фотографический мир. Потому что сейчас вряд ли вы увидите вживую, значит, столько аппаратов и проследить развитие, значит, отечественного фотостроения. Потому что на иностранное фотоаппаратостроение мы не замахиваемся. Спасибо большое. А я напоминаю, что секретами предстоящей выставки с нами делится ее технический куратор Александр Мовчан. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова